Я благодарю представителя Российской Федерации за его выступление. А теперь я хочу сделать заявление в национальном качестве. У меня лишь один ответ представителю Российской Федерации. Россия ведёт боевые действия на Украине. Она предоставила артиллерию, ракеты «Земля в воздух» сепаратистам на Украине. Она готовила сепаратистов использовать эти ракеты. Она привела войска на Украину. Россия не может давать советы в отношении этого расследования. И нет доверия к ней в совете, в её заявлениях, поскольку месяцами её рассказ менялся. А теперь я возобновляю мои функции председателя совета. Слово вновь представителя Российской Федерации. Во-первых, хотя вы и сидите в председательском месте, вы не имеете никакого права судить о положении Российской Федерации в Совете Безопасности. Во-вторых, то, что вы сейчас сказали, только говорит о том, что вы в воду пытаетесь замутить. Потому что, давайте так скажу, даже если всё, что вы сказали, правда, это не имеет никакого отношения к расследованию сбитого самолёта. Никакого расследования. Поэтому давайте не уходить от расследования разными политическими, так сказать, вопросами и инсинуациями, по которым у нас могут быть разные представления. А действительно сосредоточимся на том расследовании, которое необходимо вести. Благодарю вас, госпожа председатель. Представитель Украины попросил слово для дополнительного заявления, и я предоставляю ему слово. Благодарю вас, госпожа председатель. Когда было известно, что инициатива создающего заседания Совета выдавана Россией, мы задались вопросом, а по какой причине? Сегодня, выслушав те же самые старые слова российской стороны, отрицающие какое-либо участие в этом преступлении, и обвиняющих всех, кроме себя, я помню лишь остаточные поговорки. Тот, кто виноват, никогда не будет спокойным. Я благодарю представителя Украины за его заявление. Председатель Северного Королевства просит слово для дополнительного заявления. Я предоставляю ему слово. Благодарю вас, госпожа председатель. Мне кажется, тот факт, что представитель Российской Федерации приходил в Совет неоднократно и говорил о том, что потом оказалось неверным, уместно, когда мы обсуждаем его позицию в отношении этого расследования. Я не буду повторять всё то, что моя коллега из Северного Штатов сказала в её первом заявлении, но все заявления, которые посол Чуркин сделал в Совете, о том факте, что не было дополнительных российских сил в Крыму перед военной аннексией Крима, что не было поставки оружия на восток Украины, что не было подготовки сепаратистов, восточно-украинских сепаратистов в России, что не было российских войск на Украине. Всё это, как было продемонстрировано, это ложные заявления. Но позвольте вернуться к вопросу сегодняшней дискуссии, а именно расследованию. Посол Чуркин заявил, я цитирую, 10 сентября перед прессой, и я должен прийти к выводу, что реальное международное расследование не произошло. Если это не попытка подорвать это независимое, достойное доверие расследования, я не знаю, что будет такой попыткой. Благодарю вас. Я дам вам слово через секунду. Представитель Литвы просит слово для дополнительного заявления. Я предоставляю ей слово. Госпожа председатель, Я слушал представителей стран затронутых здесь, и меня что потрясло. Все затронутые страны, граждане которых погибли, и люди, которых ждут правосудия, поддержали, высказали полную поддержку руководимому Нидерландами расследованию. Ни одна страна не высказала сомнений в отношении этого расследования, и не заявляла, что есть сомнения в отношении доверия к нему. Поэтому меня это совершенно удивляет, что страны, которые непосредственно заинтересованы в этом расследовании, удовлетворены его проведением. А те, кто не имеется, или, кажется, не имеется интереса к этому, говорят о сомнениях и открыто говорят о доверии к этому расследованию. Это говорит о действительных мотивах, но я не буду гадать о них. Я думаю, мы должны быть очень осторожными, честно говоря, в отношении того, как мы проводим такую дискуссию. За тем расследованием у нас реальные люди, реальные имена. Есть те, близкие которых погибли, им нужна ясность, они хотят, чтобы вопрос был закрыт, им нужна справедливость. Заявление о том, что это расследование неверно, что должно быть другое расследование и помощь, наносит ущерб этим людям, вызывает сомнения. А мы, как Совет, не можем этого позволить. Мы не должны добавлять дополнительных страданий к тем, кто уже потерял близких. И поэтому я думаю, что любые спекуляции, а коллега Германии говорил о другом, являются пощечиной. Любые заявления в отношении процесса или доверия к этому расследованию и попытки задать дополнительные вопросы, предложить структуры, чтобы осложнить процесс, это ущерб памяти людей и делу отправления правосудия. А правосудие – это то, чего мы хотим здесь. Благодарю вас. Я благодарю представителя Литвы за ее заявление. Представитель России просит слово для дополнительного заявления. Я предоставляю ему слово. Я хочу среагировать сначала на то, что сказал представитель Литвы, а потом на то, что сказал представитель Англии. Я вообще не понимаю, как вы ставите вопрос. Почему, говорит, Россия созывает это заседание? Вы нас обвинили, все, что мы повинны в этом деле. А когда у нас возникают вопросы по поводу хода расследования, и мы хотим ему помочь, вы говорите, что это каким-то образом оскорбляет память жертв этой катастрофы. Вы что? Ну, всякому цинизму, предел какой-то есть. Вот если на вопросы все будут даны ответы соответствующие, и будет проведено действительно расследование такое, которое предусмотрено резолюцией Совета Безопасности, вот тогда это лучший способ воздать должное памяти жертв. Ну, теперь по поводу выступления английского коллеги, у него излюбленный прием. Спорить не с нашими заявлениями, которые делаются в Совете Безопасности, а с его интерпретацией наших заявлений. Что-то где-то там в прессе сказал. Ну, вы послушайте внимательно вот то заявление, которое я сделал, и давайте в Совете Безопасности оперировать тем, что сказано в Совете Безопасности. Теперь по поводу того, что я якобы неправду говорил, давайте возьмите транскрипты всех наших заседаний и подчеркните те места, где я говорил неправду, и покажите мне транскрипты, потому что все, что вы сказали, неправда по поводу тех заявлений, которые мы делали в Совете Безопасности. Я благодарю вас. Продолжение следует...